Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале Сладкий Персик. Сейчас уже начался великий пост, и многие, я знаю, мои подписчики, мои зрители постятся, поэтому я начинаю снимать для вас немножко постных рецептов. Все у нас в стране очень сильно любят майонез, поэтому сегодня мы его и приготовим, но сделаем его абсолютно постным. Нам понадобится лимонная кислота или лимонный сок, зеленый горошек, растительное масло, соль и перец. Берем баночку консервированного зеленого горошка и ее открываем. Теперь нам нужно слить жидкость из этой банки и отделить горох. Горох нам как раз-таки не понадобится, нам нужна будет только жидкость. Здесь удобно воспользоваться ситом и установить его над какой-то глубокой миской. Сам горошек мы убираем, он нам не понадобится, его можно оставить для какого-нибудь другого рецепта. Берем узкую чашу блендера и переливаем в нее сок от зеленого горошка. Сразу же добавляем туда немного лимонной кислоты или лимонный сок. И по вкусу чуть-чуть соли и черного молотого перца. Дальше берем погружной блендер и взбиваем эту массу, точнее эту жидкость, примерно одну минутку. Она должна стать белой, пышной и увеличиться в объеме. Вот что у нас пока получается. Посмотрите, какая она пышная и красивая. Теперь берем растительное масло и по капельке добавляем в нашу белую пену, постоянно взбивая блендером. Таким образом нам нужно влить все растительное масло. Вообще, в идеале выливать масло тонкой струйкой и постоянно взбивать блендером, но тогда неудобно держать чашу блендера. Поэтому можно добавлять масло понемножку и потом каждый раз хорошо это все взбивать. Здесь обращаю ваше внимание на то, что чем больше растительного масла вы добавите, тем гуще получится ваш майонез. Если вы уже долго взбиваете и вам кажется, что майонез недостаточно густой, добавьте еще немножко растительного масла. Ну, теперь готовый майонез можно просто переложить в стеклянную или пластиковую баночку и убрать в холодильник. Холодный он становится еще вкуснее. Майонез очень вкусный. Мне кажется, что он, возможно, даже вкуснее, чем оригинальный майонез на яйцах. Но, в крайнем случае, мы его съели с удовольствием. Если рецепт вам тоже понравился, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok